Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Ну и что, картиночка очень интересная. Шторка закрыта и через нее солнечные лучи освещают комнату так, как будто специальная такая подсветка. Вот, побудило меня написать, вернее сделать этот видосик в комментарии Алмаза. Он уже неоднократно бывал на канале, советовался, может не так внимательно отнеслись. Мы к нему пишет и я сейчас на это как раз буду делать и комментарии. Доброго времени суток! 17.08.23 год. Вышел из станционара кожвендиспансера. Лежал 10 суток. Диагноз инфекционный дерматит на ногах. То есть инфекция. Организм поражен инфекцией. И можно так сказать, вроде как, это уже мое рассуждение, вроде как, только инфекция там на коже ног. Но я думаю, если она на коже ног, она там уже и во всем организме. Ну, читаем дальше. Ежедневные процедуры утром, насколько я понял, там были капельница. Что там они делали в капельнице? Что они там капали? Я не знаю. Укол натрия триосульфат. Днем вечером мазь смесь метилурацил 10% плюс мамид. Я в этом тоже это особо не разбираюсь. Хотя можно все это посмотреть. Вечером в 21.00 укол аллергопресса. Ну, насколько я понимаю, аллергопресса, то есть какого-то лекарства, которое должно подавить аллергию. В первый день кололи единоразово под кожу правого предплечья ципрофлоксоцин. Единоразово доксициклин. Две капсулы. Не знаю, что это такое. Сейчас сделаем стоп-кадр и посмотрим, что это такое. Продолжаем дальше. Я посмотрел. Итак, что у нас под кожу предплечья кололи ципрофлоксоцин. Это антибактериальный препарат группы вторхинолонов. Действует бактерицидно. Высокоактивен в отношении большинства громотрицательных микроорганизмов. Синегнойной, гемофильной и кишечных палочек. Шигел, сальмонел, менегонкока и гонокока. Менингококока и гонокока. Дальше у нас единоразово делались две капсулы доксициклин. Две капсулы. Это полусинтетический тетрациклит, бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, проникая внутрь клеток. Действует на внутриклеточно расположенных возбудителей. Подавляет синдез протеинов в микробной клетке. К нему высокочувствительны к грамм положительной микроорганизме. Дексициклин активен в отношении большинства возбудителей опасных инфекционных заболеваний. К чумного, тулераминного, сибириязвенного микробов. Легионел, бруцел, холерного вибриона, рикетски, возбудителей сапа, хламидии, пситокоза, трахомы, венерической гранулемы, малярии, амебной дизентерии. Не действует на большинство штаммов протея, синегнойной палочки и грибы. В меньшей степени, чем другие антибиотики, тетрациклинного ряда угнетают кишечную флору, отличаются от них более полным всасыванием и большей длительностью действия. По степени амберикальной активности, токсициклин превосходит природные тетрациклины. Ну вот так. Вроде бы медицина взялась серьезно за это и мощно, так сказать, надавила. Мощно надавила на вот это вот, значит, что там такое, на инфекционный дерматит. Инфекционный дерматит. Кстати, знаете, что я хотел бы вам сказать? Вот есть такие участки тела, ну например, та же кожа, которая там больше выделяет. В ней обмен веществ не такой быстрый, как бы хотелось. И насколько я вот сейчас сижу и начинаю понимать, что вот эти все препараты, они могут просто-напросто туда не доходить. Туда не доходить и, грубо говоря, вот это все может просто-напросто не действовать. Хотя, видите, тут ежедневные процедуры, утром капельница там какая-то, укол натрия, треосульфат. Днем вечером мазь, мазь вроде бы что-то должна сделать. Ну, ну, ну. Читаем дальше. Это был ад. В первые три дня было не по себе отобилие увиденного контингента пациентов. Пациент это страдальцы. Люди как-то думают, попадая в больницу, что там какие-то условия, можно даже сказать, чуть ли не лучше, чем дома. Но на самом деле пациент это страдалец. Что такое больница, стационар, где лежат вот эти все больные? Это концентрированное место болящих людей. И все заполнено вот этой вот аурой страданий, аурой болезни, аурой крайне нехороших вибраций. Поэтому было и не по себе венерические, грибок, лишай, псориаз и так далее. Псориаз, запомни, псориаз. На пятые сутки происходит моральная деформация. Перестаешь обращать внимание на запах гниющей плоти, пота, мочи и говна в туалете. Встает вопрос. Просто я так себе как бы задаю. Не то, что там вам или еще я так рассуждаю. Стоит ли туда идти, чтобы вот это вот все повидать, вот этот весь этот ад, окунуться в него. Ну вот, на данном этапе существования общества считается, что вот в больницах лечат. Ну вот, как раз очевидец нам рассказывает, что там. Человек 10 на 1 мужской унитаз. Умывальник в туалете не работает. Только в каждой палате. Жалко медсестер, стационар, все молодые, красивые, с неубиваемым иммунитетом. Это, знаете, молодые, красивые, это, как говорится, все до поры до времени. До поры до времени. Это важно также понимать. Но морально-меркантильный феминистский справ деформации. То есть, когда человек находится среди всего вот этого страдания, и он настолько к этому всему черствеет, у него уже начинаются болезни духовного плана, которые проявятся дежурят через сутки, через сутки, зарплата небольшая. Ну вот, как я говорил, вообще медики – это несчастные люди, которые за гроши должны заниматься, но как-то не поворачиваются назвать лечением больных людей. Лечение подразумевает, что человек там побывал, пройдя курс лечения, должен выздороветь. А так я даже не знаю. Подход к работе так себе, хотя понимаю их, ну ясно. На восьмой день от аллергопресса стали отекать ноги. Ну вот, вот, вот оно лечение. Аллергопресс. Что там за аллергопресс? Как он действует? Вот знаете, вот вообще в лечении, лечение такая вещь, где очень важно, с одной стороны, если это какая-то паразитарная инфекция, там, микроорганизмы, чтобы происходило подавление вот этой вот паразитарной инфекции, жизненные силы организма, наоборот, укреплялись бы. Вот тогда как-то было бы. А если оно действует так, что в итоге, в итоге, отекают ноги, резко падает давление, болеть почки, то есть, все же это обилие лекарств, вот это, что я прочитал, этих ципрофлоксацин, доксициклин, потом то, что в капельнице, укол натрия, треосельфата, это же все же надо выводить из организма. И вот тут существует такое мнение у медицины, что вот это вот направлено, грубо говоря, бактериоцидно на то, на все, на пятое, там, десятое. Вроде бы это хорошо. А с другой стороны, а как это все вывести? Как организм отреагирует на все это? Ну вот, резко падает давление, болит почки, отекает ноги. Закладывало уши, ходишь как пьяный, раньше от боя засыпаешь, то есть, да, 22.00. В результате организм стал бурно возмущаться. Пришлось отменить. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет, будем говорить, из-за непонимания того, как это все работает, и лечение идет, в кавычках, путем метода проб и ошибок. А вот это, а вот то, а это. Так, после выписки начались... А, после выписки назначили гипоаллергенную диету. Гипоаллергенную диету. Ну, можно опять-таки посмотреть, что это такое. Сейчас. Итак, я нашел гипоаллергенная универсальная диета, список продуктов и правила. При наличии пищевой аллергии врач назначает специализированную диету, вне зависимости от природы аллергена. То есть, я насколько понял, что врачи посчитали, что вот это заболевание кожи, инфекционный дерматит, это связано с тем, что идет какая-то аллергическая реакция. Значит, бытовые, инсектные, лекарственные, лекарственные, куда ж деваться. Так, значит, для снижения нагрузки на организм и более полного восстановления запрещенные продукты. В первую очередь, необходимо исключить все жареное, копченое, соленое, острое, также мясные и рыбные полуфабрикаты, котлеты, сосиски, колбасу, количество вкусовых, так как они содержат большое количество вкусовых и ароматических добавок, стабилизаторов. Вот о чем, знаете, я как-то давно уже говорил, что человечество убьет себя из-за своей собственной жадности и глупости. То есть вот эти вот большое количество вкусовых и ароматических добавок, стабилизаторов, они никак, попав в организм, они являются чужеродным веществом, которое очень трудно вывести. И, кстати, почему может страдать кожа, но там еще подсоединяется инфекция, потому что если от того, что мы едим вот эти вот продукты, у нас в первую очередь начинаются проблемы с печенью, она пытается отфильтровать, далее чистят, значит, кровь, почки, желудочно-кишечный тракт тоже там работает на удаление, но в основном вот нагрузка идет на печень, на почки, вот, а далее, когда все это не может быть как-то выброшено, когда уже эти органы выделения перегружены, значит, включаются следующие органы выделения, это легкие носоглотка и кожа. Кожа вообще как последний, знаете, вот этот бастион, который выделяет. Естественно, так как кожа и легкие, они не предназначены, да, и в свою очередь и печень, и почки не предназначены для выведения вкусовых и ароматических добавок, стабилизаторов и прочего, прочего, прочего. Это не то, что вот, что тут много в этих продуктах, и сейчас этого много и в молочке, и в хлебе, вообще во всех продуктах этого много. Вот, и начинает в конце концов страдать кожа. Далее, список запрещенных продуктов, цитрусовые, орехи, рыба всякая, птица, ну ясно, шоколад, шоколадные изделия, кофе, ну уже было, уксус, горсица, майонез, хрена редиска, редис, томаты, баклажаны, красное яйцо и молоко, клубника, ананас, виноград, арбуз и другие продукты красного рожаного цвета, изделия из добного теста, дрожжи, мёд, алкогольный напиток, ну практически всё. А что же разрешено? Нежирное говяжье мясо отварное, а если оно было захимично, то есть корова или бычок росли на гормонах, чтобы быстрее, чтобы они не болели, не принимали, им давали антибиотики. Вот вам и разрешённые продукты. Далее, супы крупяные, овощные, вегетарианские, на вторичном говяжьем бульоне. Далее, опять-таки, что касается круп, касается овощей, для того, чтобы они росли побыстрее, чтобы они не болели. Опять-таки, применяют удобрения, пестициды, масло оливковое подсолнечное, картофель отварной, каши, натуральные йогурты без добавок, творог, просто кважа, ляженка. Но это только, если это из-под одной коровы, и эта корова там где-то пасётся отдельно от всего. Огурцы свежие, петрушка, укроп, это то, что можно, яблоки печёные, чай, сахар, видите? Кто-то говорил, что ты, Петрович, сахар используешь, а не мёд. Понимаете? Сахар. Так, компот из сухофруктов, кроме изюма, цельнозерновой хлеб, хлебцы, ну, там тоже можно быть огромное количество. Итак, мы с вами разобрали, что это за диета такая. Ну, читаем дальше, значит, назначили. Вот. Остаток мази, мыться с детским мылом, не носить синтетику. Так, данная болезнь активно начала проявляться в июле 2022 года, об этом писал вам. Знаете, вот здесь, здесь вы, алмаз, вот, я думаю, вы будете смотреть видео, хорошо бы вам опять откликнуться и написать. А именно, начало активно проявляться в июле 2022 года. А вот что было до этого? Я считаю, данная болезнь активно проявляться, это уже просто-напросто место прорыва. То есть, накапливалась какая-то критическая, накопилась критическая масса каких-то изменений. Вот именно понять, что это за изменения были. Чем вы до этого болели? Какое у вас было состояние? А я постоянно говорю, что это уже следствие, а причины вот там остались. Они остаются порой в далеком детстве, и все это потихонечку-потихонечку накапливает, а потом такая бац, и нету человека. И вот если мы поймем, как это все начиналось, тогда-то, тогда-то, не путем проб и ошибок, а более уже целенаправленно можно воздействовать на те семена, которые были заложены где-то аж с детства, с юности, вот там где-то. И на них уже действует. И все это начнет потихонечку отмирать. Так, а то, кто все перечислили, мазаться, значит, мыться детским мылом, не носить синтетику, вы все знаете, все вот-вот-вот-вот. Перечислим все, что знаем. Данная болезнь Актиоганната. Об этом написал вам, посоветовали обработать березовым дегтем. И вот смотрите тут. Если бы, вот так, как вы написали, и это говорит о том, что, если бы вот этот инфекционный там дерматит был как какое-то самостоятельное заболевание, то, скорее всего, березовый дегтем бы помог. Ну, просто-напросто инфекцию убрал бы, да и все, и кожа стала нормальной. Вроде как бы. А если это вот, как раз пишете, не помогло, это говорит о том, что произошли очень сильные изменения во всем организме, то есть, я считаю, что там уже организм переполнен разного рода инфекцией. И вот если бы вы, может, я пропустил, извиняйте меня, но сейчас я вот более так целенаправленно сосредоточен. Если бы вы не просто сказали инфекционный дерматит, вот просто, а вдобавок перечислили, а чем вы болели еще, ну, по крайней мере, это не поздно сейчас делать, перечислить. И вот я с самого детства, насколько я помню, болел-то тем-то, 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 и уже можно что-то, так сказать, по-другому сделать. Теперь не знаю, как быть. Если на следующее лето так же вылезет, обратно ложится, то есть, насколько я понимаю, это все, что вы сделали, было подавлено, или, можно так сказать, вот это лечение привело к тому, что вы выздоровели, полностью выздоровели. Это одно. И скажем, значит, спасибо, что полежали, применили, все это, это самое. Помогу. Но если, видите, вы говорите, на следующее лето тоже так же вылезет, обратно ложится. Не хочется проходить это испытание повторно. И вот тут-то, и надо для того, чтобы человек начал думать самостоятельно, ему придется не один раз что-то делать повторно. Пока это не надоест, и человек не поймет, что надо самостоятельно делать. Можно случайно подходить дополнительную заразу. Запросто. Все-таки не молодеешь, 36 лет. 36 лет. Ох-ох-ох. В этом году здоровье резко подкосилось. Вот, например, мне хотелось бы, допустим, знать, а вы делали вот эту модную процедуру? И вот после этого можно говорить. И вдобавок, и вдобавок, смотрите, вот, что бы я делал на вашем месте, с учетом багажа моего знаний, что бы я сделал? Если резко от всего этого избавиться, я бы поголодал от трех до четырех недель. Естественно, если вы не голодали, вам все это дело трудно дастся, но тем не менее, тем не менее, можно к этому подготовиться. Как подготовиться, все это рассказывать. И только раз, три-четыре недели, и вот этого инфекционного дерматита, особенно там на ногах, и нету. Голод прекрасно работает с этим. И попутно, попутно, вот вы лечите вот этот инфекционный дерматит, а посмотрите, мой голод сорок суток, голод Серджио, голод Эдуарда, А что выходило изнутри? Из желудочно-кишечного тракта? И тогда возникает мысль, да как же я вообще жил? Да как же я вообще более-менее существовал с таким дерьмом паразитарным, которое имелось внутри? То есть, это резкий такой джик и все. Я бы, допустим, так поступил. Второй вариант, второй вариант, гораздо более мягкий. и так же прекрасно действующий. А именно очищение толстого кишечника, очищение печеночки, меняем питание вот это на гипоаллергентное больше. Далее двигательная активность. Мы тут ничего не говорили об эмоциональных переживаниях, эмоциональная такая устойчивость. и все это потихонечку полигонечку и исчезает. Да, вот тут ничего не говорится, допустим, что а имеются ли запоры или не имеются. Вот как раз пользователь на это ответил. Мой опыт может в чем-то поможет, кроме местного действия, наладила так питание, чтобы не было запоров. Если имеются запоры, не мечтайте о здоровой коже. Рано или поздно она придет вот в такой соответствующий вид. Когда кишечник стал работать хорошо, болезнь прошла. Для того, чтобы стол был регулярным, ем как можно больше, ехать фруктов, живу на даче, есть возможность есть сколько хочется. Я лично хожу для того, чтобы мой кишечник работал, оказывается, для того, чтобы сработал кишечник, вот как раз на тему, что там истина жизнью здоровье 1 и 2. Зачем я хожу? Я хожу для того, чтобы сработал мой кишечник, чтобы была дана нагрузка на межпозвоночные диски, и было бы все нормально. А теперь, знаете, хочу вам привести рассказ бабушки, по-моему, ей 96 лет. Итак, давайте послушаем бабушку с моими комментариями. На память сниму, да? Я вам хорошее дело подскажу, как я дожила до такого большого возраста. Сколько вам лет? Ну, с 27-го года рождения, считай, сколько? А, 96. Значит, мне было 45 лет, я была разбита и корыта. Очень интересное замечание. 45 лет, а тут еще 36 лет. Это говорит о том, когда человек живет самотеком, особо ни о чем не думает, что он ест, как он поступает, то есть он целиком полагается на тот жизненный ресурс, который дала ему природа. И он его выжигает, выжигает, выжигает. И обычно, и обычно к вот где-то 45 годам, у кого раньше, у кого позже, он уже исчезает и не поддерживает то здоровье, которое человек хочет. И вот тогда-то, тогда-то надо, а лучше всего раньше задуматься, а что ж можно делать, как можно помочь самому себе. У меня был остеходроз, склероз, камни, почка, бессонница, аллергия пищевая. Ну вот, весь набор, как раз весь набор рассказали, что было. Все то же самое. Это есть явление жизни самотеков. Я, значит, прочитала, мне попалась книжка профессора Николаева «Голодание ради здоровья». Я ее внимательно прочитала и стала делать так, как он советует. У нас в крови красные кровяные и белые. Красные разносят кислород, а белые пищу и борются с микробами. Если вы заболели и продолжали идти кушать, значит, вы кормите не только себя, вы кормите эти микробы. Если вы перестаете кушать, значит, вы не кормите микробы. И что делают эти белые кровяные тельца? Они такие работящие. Вы хотите здесь, а вы едите. вас кормить надо. Они начинают рыскать, переходят на внутреннее питание. А что такое внутреннее питание? Это клетки, которые заболели от больной клетки. И онкология, например, это тоже больные клетки. И вот эти больные клетки и снегают их белые кровяные тельца. И вы выздоравливаете. Но голодать надо, в общем, нельзя голодать без. Без врачей можно голодать от 3 до 7 дней. А вообще я голодала по 3 дня. Даже не 3 дня, а 60 часов. Вот бабушка схватила суть лечебного голодания. Она по-своему поняла, но в основном правильно, что если мы с вами болеем и едим, мы больше будем кормить болезни и давать нагрузку на организм, потому что пищу надо переварить. Если мы с вами начинаем голодать, мы начинаем эту болезнь уничтожать и тем самым помогать организму. когда отключается желудочно-кишечный тракт, хотя бы идет какая-то разрушка, то организм уже экономит свои силы и направляет их на борьбу с заболеванием. Вот вечером покушаю, как-то до следующего вечера 24 часа, до следующего вечера 48, еще передачу вот тебе 60 часов. Вот я 60 часов проголодаю, а потом нельзя после голода обжираться. Надо я ем чай с молочком и хлебом один день, а потом ешь, что хочешь. И вот один раз. А при голодании ничего не будете кушать, да? Даже пить? При голодании ничего не пить можно, а пить, ну, пить воду можно. А можно, да? Можно воду пить, даже нужно. Вот вопрос молодого корреспондента говорит о том, что настолько люди далеки от понятия, что такое голодание, что она делает, как она проводится. Ну что, нельзя почитать, чтобы узнать этот вопрос для себя? Конечно, можно. Бабушка заинтересовалась, потому что ее здоровье прижало. Организм без воды оставлять нельзя. Это очень вредно. А не есть можно. И вот так я лечилась, и что думаете, дожила до такого возраста, еще хожу. Вот так. Спасибо. Долгих вас лет. Так это один, это голодание. Второе, второе, это врач, который лечил космонавта. Он пришел к выводу, что у молодых 6,5% углекислого газа, а не кислорода. Это рассказ о бутейке, о дыхании по методу бутейка, видите, бабушка, и это схватило, эту информацию, то есть она поняла. То есть очень важно из всего многообразия как-то вычленять главное и применять для себя. А потом углекислого газа становится меньше и всякие болезни вот эти старшишки цепляются. Поэтому он советовал пополнять организм углекислым газом. Как? А очень просто. Мы выдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ, поэтому надо задерживать этот углекислый газ. Как я делаю? Я делаю уже много лет дыхательную гимнастику. Утром проснулась, глубоко вдохнула, задержала дыхание на полминуты до 30, считаю, выдохнула. И так 20 минут, 40 раз подышала. Что это мне дает? Это, во-первых, нормализует состав крови, во-вторых, если есть диабет, то диабет проходит. Это я почему говорю. У меня дача здесь в горах, и вот я с тележкой иду, одна женщина на остановке вышла, дайте я вам по тележку помогу. Я говорю, да не надо, я собак. Смотрю, она задыхается больше меня. Я рассказала эту дыхательную гимнастрику, что задерживают дыхание и забыла. Прошло сколько-то лет, не знаю, когда я ковыряюсь на дачу, она обошна вас, я говорю, пожалуйста, что вы хотели сказать? Я хотела вам сказать большое спасибо. У меня был диабет, а диабет она что-то пила, что пьют от диабета, я не знаю. А потом, говорит, я стала дышать и дышу два раза в день перед сном и после сна. И, говорит, никаких таблеток от диабета не принимаю и чувствую себя отличной. Вот бесплатное лекарство. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот вам пример применения простейших средств для того, чтобы нормализовать работу своего организма и поддерживать это в норме. И в результате тогда те искажения и болезни были, они отскакивают, сами проходят. Не надо ничего какого-то лечения, что-то там колоть, еще что-то там делать. Включайте голову и плюс еще к этому я дополню. Вот псориаз сильнейший там был и у девушки и у юноши. Это еще говорит о том, что не хватает энергии. И вот они начали заниматься гравитационной гимнастикой у Самодумова и прошел псориаз и у девушки и начал проходить и у юноши. Энергетика, мощная энергетика выравнивает это. То есть существует масса масса как известных так и неизвестных эффективных более или менее методов. И если вы хотите выздороветь, естественно, надо это узнать и к себе применить. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.